Всем тихой ночи! Во всех видео про SCP-001 я повторяю одно и то же, так что думаю вы уже знаете, что SCP-001 это целый список объектов, а почему так вышло и рассказывал видео про классические 001. Ссылку на это видео на всякий случай оставлю в описании. А в этом ролике я хочу поговорить про один из новых первых, который показался мне действительно интересным. Однажды фонд SCP решил создать машину, которая бы могла прогнозировать появление аномалий и их возможные свойства. Эта машина по сути была огромной нейросетью, созданной фондом аж в 1955 году на основе аномальных технологий, которые фонд приобрел у организации под названием Лаборатория Прометея. В это устройство фонд загрузил огромный объем имеющихся у него данных, надеясь обучить нейросеть, находить новые SCP предметы, предсказывать каковы будут их свойства и каким образом их лучше содержать. Результат превзошел все ожидания. Машина оказалась способна разрабатывать такие условия содержания, что объекты не только перестали сбегать, некоторые из них вообще прекращали аномальную активность. При этом машина предлагала изменение условия содержания с очень неочевидными эффектами. Например, в фонде есть объект SCP-1773, и это аномальные существа, напоминающие конфеты, которые питаются пылью и друг другом. И вот устройство предложило давать им ровно 10 грамм пыли раз в две недели. Какой же эффект был у этого изменения? Эффект проявился на совершенно другом объекте. SCP-1384 сделал два шага назад. 1384 это сущность, стоящая в длинном тоннеле, которая действует по неизвестным правилам. Фонд хочет удержать ее внутри и не дать ей выйти, но не может понять, при каких условиях объект движется. А вот построенный фондом SCP-001, будучи хитрой аномальной нейросетью, смог. При этом он нашел связь между, казалось бы, совершенно не связанными объектами. Или связанными. Ведь как вообще работает нейросеть? В нее загружается большой массив данных, и в них машина находит какие-то обобщенные закономерности. Чем больше данных загружено, тем больше таких закономерностей найдет программа. И конечно же нейросеть делает это намного лучше человека, как и любая специальная машина. Ну, как автомобиль двигается быстрее, чем человек бегает своими ногами, или кран поднимает груз больше, чем рука. Так и нейросеть находит закономерности гораздо лучше, чем мясная губка в голове человека. Многие предложения 001 сильно помогли фонду в содержании объектов. Оказалось, например, что некоторые опасные объекты боятся сбегать, если содержатся в кубической камере, каждая из сторон которой имеет 5 метров в длину. Также машина предсказала появление SCP-1730, то есть зоны фонда из другого мира, а потом и нападение повстанцев хаоса, вооруженных аномалиями. Видя такую эффективность, Совету 5 создал целую систему предупреждений опасных событий, основанных на SCP-001. Что еще больше упростило содержание, система поначалу работала практически идеально. Однажды собрался убежать SCP-3199, на что машина выдала сообщение, что нужно затопить подземные уровни зоны содержания, в которой объект находился, и каким-то образом это сделало объект совершенно пассивным. Иногда Совету 5 отклонял предложение машины. Есть такой объект, как SCP-2717, который выглядит как огромная масса плоти, живущая в канализации и состоящая в основном из мышц различных органов. SCP-001 предложил время от времени отправлять в объект двух сотрудников класса D. О5 проголосовали против этого, и через некоторое время объект устроил локальную катастрофу, убив множество людей. В дальнейшем сотрудники SCP следовали всем рекомендациям системы предупреждения. Но вот однажды она выдала формулу, содержащую меметические компоненты. И дело в том, что в фонде есть такой забавный объект SCP-1313, суть которого в том, что это меметическая формула, в результате каждого решения которой появляется медведь. Решив формулу, которую выдало устройство, сотрудники фонда обнаружили, что SCP-1313 больше не работает. То есть SCP-001 по сути уничтожил объект. Мало того, что эта штука начала уничтожать объекты, так еще и рекомендации по содержанию становились все более размытыми. Стало просто непонятно, каким образом им вообще следовать. После одной из них случилось большое нарушение условий содержания, была потеряна связь с зоной 17, и после восстановления нормальной ее работы было начато расследование произошедшего. Сразу стало понятно, что произошло что-то необычное. Несколько работников комитета по этике фонда пропали, а выжившие сотрудники отказывались рассказывать, что случилось. Некоторые люди Совета О5 потребовали отключить устройство на время поиска причины события, но такое решение не прошло голосование, а само устройство дало рекомендацию временно отстранить одного из О5 под номером 2 от работы. Кстати, он был одним из тех, кто голосовал за отключение SCP-001. После этого компьютеру, на котором был основан 001, был присвоен свой номер, как весьма аномальной штуки. Номер этот был SCP-048, и это любопытно, потому что такой номер считается проклятым. Объекты, которым присваивается такое обозначение, постоянно пропадают. Более того, фонд разместил сам объект в зоне 5. После долгих обсуждений, Совета 5 приказал уничтожить SCP-048, находящийся в зоне 5, и игнорировать все сообщения от системы предупреждения. Однако, следующим сообщением от этой системы было заявление о том, что никакой зоны 5 не существует. Да, в лоре SCP есть такая вещь, что иногда упоминается зона 5, но на самом деле ее нет, а записи о такой зоне возникают якобы по ошибке. И эта версия SCP-001 дает интересную версию того, почему так происходит. В этой зоне содержится 001, он же SCP-048, компьютер с нейросетью, в которой загружены данные обо всех аномальных явлениях. И он, по крайней мере в одном из миров, ибо мультивселенная, начал выполнять заложенную в его программу задачу – методично уничтожать все аномальные объекты. После рассылки меметического агента, который заставил всех поверить в то, что никакой зоны 5 нет, машина обобщила свою задачу до полного уничтожения всех аномальных объектов в мире вообще. Для чего предстояло уничтожить не только несколько тысяч известных SCP, а в целом 150 тысяч предметов и существ. Шли годы, и в ежегодном отчете машины число существующих аномальных объектов неумолимо стремилось к нулю. И вот, когда в списке аномалий остался ровно один единственный объект, совет О5 решил, что для того, чтобы его устранить, нужно отключить сам SCP-001. В следующем отчете компьютера число аномалий было равно нулю. Машина, уничтожавшая аномалии, продолжала свою работу. А вот совет О5 больше не было. У этой истории есть небольшое продолжение. Рассказ под названием Dog Days или Собачьи дни. Незадолго до пропажи всех аномальных предметов случилось событие, известное как SCP-3557. Это событие заключалось в том, что все детекторы конца света, размещенные фондом в параллельных мирах, разом сработали и сообщили, что все миры исчезли. Вопросом о том, что же такое произошло, занималась сотрудница SCP Лесли Йолос. И дело, похоже, было не в том, что во всем мультиверсе случился конец света, а в том, что аномальные принципы, на которых было построено действие детекторов, больше не работали. Как и не работали сами порталы в иные измерения. Рассказ описывает последние дни перед полным исчезновением всех аномалий. Зоны в фонде закрывались одна за другой, распускались МОК, а те, что существовали, отправлялись на какие-то задания, в лучшем случае раз в месяц. И почти всегда это были ложные вызовы. SCP, конечно же, продолжил существовать, ведь у него было множество компаний-прикрытия, которые занимались различной коммерческой деятельностью. Только вот теперь они стали основными. В конце рассказа доктор Лесли сидит в пустой столовой зоны 19 и общается с одним из сотрудников, которому говорит, что она была близка к тому, чтобы придумать единую теорию всех аномалий, прежде чем они пропали. Затем доктор Лесли ходит по камерам содержания, пытаясь найти хоть что-то действующее среди бывших опасных аномалий. И затем доктор Лесли возвращается на ферму своих родителей, где до конца своих дней занимается совершенно обычным выращиванием кукурузы. Кстати, рассказ называется «Собачьи дни» по той причине, что компьютер SCP-001 в итоге стал считать, что он собака. Вот и еще один SCP-001 из новых, как по мне, из написанных за последнее время вообще лучший. А кроме того, интересно, что он показывает нам не начало всего аномального мира, как многие другие первые объекты. А его конец. Всем пока!